вот не обязательно двумя руками делать можно одной опять же облокачиваясь на листец чтобы разгрузить свой собственный позвоночник нет а руку то его придерживать ты же ее сейчас сместил придерживая чтобы лопаточка была выше поднята можно даже ее вот так держать иногда бывают такие смешные клиенты когда я ну кто-то где-то сидел иногда бывает и всякие зэки приходят в том числе я когда я завожу в эту руку они говорят ох уж эти ваши гестаповские замашки я обычно отвечаю ну вы понимаете я раньше работал на лубянке в кабинете дознания профессию сменила привычки-то остались да добавляем более жесткую технику пальчиками запястьем еще потом локтем вообще была еще такая ситуация когда ко мне пришел реально зэк на массаж уговорил меня ну давай подешевле давай там нет денег нету я только что откинулся зоны работают водителем ничего не зарабатываю ну ладно подешевле в общем я ему обрабатываю спину а он же такой маленького роста такой хлюпик такой видно что болел туберкулезом наверняка глаза такие все эти в катарактах таких потом это пальцев на руках нету я не знаю за что ему там пальцами видно что шестерка был обрублены все пальцы остались только мизинцы и большой на обоих руках как он держит там кружку и не знаю баранку автомобиль может держать без пальцев и вот я ему делаю делаю массаж завожу руку за спину он со стола блин скакивает я орет у меня ты чё фраер ты чё попутал ты чё у меня руки заламываешь я думаю что такое случилось убеждаю его это все нормально мне надо же обработать вашу подлопаточную зону ложитесь ложитесь это такие методы массажа уговорил его он лежит и я ему делаю и он все приговаривает этот файл мне покурать не а то я тебе первому попишу сейчас у меня в районе все блатные сейчас я тебе приглашу они с тобой разберутся что ты думаешь а слабенькие у меня сейчас придут ну короче такие терки такой разговоры только у шестерок бывает это понятно и когда я ему закончил делать массаж он встал такой а он мне посюда и такой знаешь взгляд вот и богу я в жизни у человека первый раз так увидел взгляд кота из шрека знаешь такой снизу вверх такой заискивающий ой спасибо ой так классно вот мне бы сына такого как ты и тут у меня проносятся в голове были начались действительно много в жизни опустил 20 лет сидел на зоне реально детей нет а куда он теперь весь больной хромой без денег где он сейчас вообще устроиться ребенка заведет это же не так как все просто я так над ним сжалился ну он там со мной расплатился и тут же через минуту он забегает в кабинет и говорит слушай давай в карты сыграем я говорю я в карты не играю он говорит ну давай давай я говорю нет не буду иди сюда через пять минут опять забегает слушай так с картой ну давай сыграем в карты я говорю да не умею я и тем более на рабочем месте не играю а я тебе научу говорить сразу какой-то развод пошел понимаешь я тебе научу в карты играть ну я думаю прогнал его опять да не играй я в карты я работаю сейчас у меня следующий клиент идет он не выйдет через 10 минут опять прибегает ну давай 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 сыграем картички ну давай немножко очень надо я такой ну зачем вам надо у меня клиенты по записи идут понимаете тут такую фразу выкинул ну ты же понимаешь сынок мне же отыграться то надо из то что он заплатил за массаж он тут же решил отыграться у того же правильно это ж надо вот такая логика людей да слушай может поэтому у нее пальцы нет что отыграться здесь вот где-то там на зоне дали за что-то поссорил системы проспорил мало за что там у них пальцы отрубает причем у него везде такие надписи явно ну обычные в цехе такого себе не делают это явно кто-то его наколол видосу шестерка но извините из песен слов не выкинешь на матом написано на икре у него написано смерть кгб хуйку псс а на плече написано я ебал сашу машу клару дашу там на такой сеть целый перечень поставляешь некоторые защокнуты сверху они ниже там свежие типы надписи это же вообще это нас с такими с такими ходить с такой распальцовкой явно какое-то не знаю не за же серию человек нет мира всего локтем обработала погладила да теперь смотри теперь будем проходить точки достаточно они такие тоже бывают болезненные вот во-первых здесь вдоль плеча вот смотри лопатка заканчивается да да и там высотстроена поставлю вот смотри . лопатка заканчивается да вот таким уголком весь идет хрящик на лопатке вот этим клящиком здесь со стороны плеча есть . такой акупунктурно да она болезненная потом идешь на уголок вот это где хрящик заканчивается и прям на нем тоже есть . довольно триггерную . так называемую и дальше еще идет ряд точек помните говорил ряд идет вдоль позвоночника ряд идет на расстоянии одного пальца от позвоночника и ряд на расстояние трех пальцев позвоночника да вот и начинается и тут идет вдоль лопатки немножко вот по трапеции получается сколько их этих точек там но ты никогда не запомнишь это надо целый день изучать эти точки но они акупунктурно они хорошо действуют и уберешь их прорабатываешь вот так проходя всю лопатку каким образом это уже техника шаоцу то есть ты любым пальцем хоть указательным хоть вот этим каким удобнее хоть большим да большой хочешь помягче действовать делаешь подушечку большого пальца хочешь еще мягче есть тоже не только подушечка а вот это костяшкой понятно да вот она прорабатываешь вот так эти точки каким способом мы как бы в них ввинчиваемся нажимаем и отжимаем ввинтились ввинтились да мягко чтобы он не чувствовал особый воздух ввинтились дошли до боевого порога и вывинтились ввинтились и вывинтились вот маша попробуй нет подожди найди сначала эту точку можешь проверять у клиента попала не попал спрашивай он тебе ответит больно не больно не больно не больно да вот ищи где косточку заканчивать вот здесь пошла мы осуществляем сразу поиск этой точки своими же собственными пальцами да здесь все подряд подходи пока не нарежьте жужечку ты жужечку нашла и побольше так и ее кстати разминает знаешь так вот массированно в разные стороны чтобы кровь отогнать и уводи потом за лопатку больно да где больно ты говори но здесь уже не будет больно говори вы больно они не все очень болезненные да вот а те которые по болезни ты проходи более подробно ну что ж ты столько всего пропустила мы уже дошли до точек специальных да давай быстренько переодевайся присоединяйся к нам болеть тебе надо специальные лечебные триггерные теперь меняем руку подходи с этой стороны да сама наверх можно в общем-то работать с этой стороны смотри чтобы локоть был выше ты его можешь упереть свое собственное бедро она здесь уже да да и проверяю да ты можешь локоть упереть сюда к себе положить на бедро просто-напросто да и прорабатывать с этой стороны можешь его загнуть повыше и держать вот эту ногу да вот его держишь и прорабатывать обоем можешь зайти как я говорил с этой стороны да с противоположной но мне например удобно с противоположной стороны и упереться в таз локтем только не с треем локтем упираясь а именно такой тупой поверхности значит надо чуть-чуть со стороны эти точки они надо давить именно со стороны головы теперь там где заканчивается плящик маленький плящик у некоторых людей бывают на такие острые выступают сильнее 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 давить да пишите подсказывает и так же не бойся ты их сама ищешь и сам теперь он будет говорить мы чаем или там более постанованием дергать дергать когда он тебе сам будет отвечать что попала не попала да вот ничего ся хотя на смотри это техника шарцу называемого на точке дарим не просто давим а мы начинаем тогда как бы венчивать до данном случае мы проходимся вокруг лопатки снова давай продолжение в общем ну давай без камерного короче то что мы делали дальше нас не помешали то что мы делали вчера со всей спиной тебе бы надо бы сегодня все отработать но мы теперь будем уже более частно работать например с лопаткой вот чтобы с ней работать с лопаткой нам надо ее немножко разогреть а перед этим немножко вытащить оттуда а как это делается лопатки все люди разные у некоторых качков они бывают сжаты у некоторых прямо вообще разжаты вот так вот развернуто аж даже вот тут лопатки делал бычек и за плечи понимаешь вообще развернуто у них то бывает прям торчат если человек не симметричный у него будет одна лопатка выше одна ниже это значит у него ключицы сдвинуты то есть это другая работа этим мы будем уже править с нашей мануальной коррекцией в данном случае лопатку чтобы приподнять можно ее сделать с этой стороны например да то что сеть вот сесть например отдыхать и ты обладываешь двумя руками попробуй так сесть ну и потому что руки холодные чтобы моторик запомнила холодные руки да но ничего сейчас разогрею вот так да или прям бедром уже сесть ничего страшного не потому что ты у тебя толстого бедра за счет второй игры второй кости икру вытащи и садись на бедро а лопатку туда видишь чем она ниже чем лопатка лопатка выше да можно подожди я просто покажу как сделать можем держать ее но я предпочитаю делать с противоположной спиной стороной спины почему потому что во первых мы с ней уже работали сейчас домой и разобрели и так же продолжаем с этой лопатку работать таким методом облокачиваемся ему на крестец да можно тут поднимать да если надо еще можно не так вот приподнять положено рукой видишь можно запоминать любые способы хороши как вам удобнее так вы используете но поскольку вы целый день работали у вас поясница уже устала давайте облегчим свой собственно тут массажиста опять эргономика включается вот это момент эргономика когда мы разгрузили спину вот видишь я стою как обе ноги у меня практически расслаблены таз свободно висит подожди не в косточку вот эту упирайся и не в позвоночник а в крестец да вот и немножко это рукой просто придерживаю а это рукой я работаю активно продолжаем опять разогреваем проходясь по всей поверхности лопаточной зоны и стоя с другой стороны двумя руками тут можно конечно работать но не обязательно достаточно то руки потому что он уже до этого будет разогреть правильно берем захватываем вот эту вот трапециевидную мышцу потом сама лопатка далее у нас мышцы идут по касательной вот туда под позвоночник вот туда под лопаткой в эту сторону тоже их разогреваем какие мы еще методы использовали использовали да можно сюда я сейчас пока про разогрев говорю ну ладонь приберу ладони теперь да вот этой частью все движения стараемся делать отводящими от позвоночника от позвоночника мы должны туда под лопаточную зону и туда вот чем грубее у нас движение чем глубже мы погружаемся в организм тем больше движения надо делать от позвоночника какие мы еще лапы леопарда делали да может не тоже пройтись или захватывать вот эту мышцу такая шестеренка так называемая вот это тоже можно пройтись уже масла не хватает так далее проходимся вот этими косточками греблем так называемого нашего если вот так будем делать это утюжок да если вот так гребнем из этих вот костяшек отводящими движениями от центра под лопатку здесь вот эти мышцы мы их видим мы их нащупали до этого делаем есть бывает что мышцы вот эти какие-то они набухают их очень вот как их расслабить чтобы они вот есть какие-то такие быстрые с вкусом вот именно так то есть лопатку да потом точки сначала мы разогревали потом начинаем глубже в них внедряться вот она тут как правило буду бывать достаточно болевая да надо понимать что она идет не отсюда она идет вот отсюда почему-то эта мышца очень сильно напряжена она прям такая вот буква это во-первых от труда и зашел физическим трудом занимается да он может что-то поднимать ему просто она накачивается накачивается значит забитая у меня была такая членерка которая она адвокат по юрист еще вот тут есть вот это вот мышца она идет наоборот отсюда туда вниз тоже она спазмерно часто